И нам прислали улучшенную версию романа. Попробуй стать лицом ромашки, кстати, чая. Ты чем делаешь фан-айди, чтобы там не было какого-то хулиганства? Я оформил бумагу, что верую в Буду, а вот фан-айди оформлять не буду. Вилкой в глаз или в хинкерас? Нам нужен кто-то между Жозе, Пеппом и Клопом. Потому что, чтобы сказать, что это все говно не русские сделали, а иностранцы. Кто еще не обыгрывал, Сэскавер был? Тимур, Александр Грибоедов пишет. С такими гостями даже я, 47-летняя домохозяйка, чувствую себя слишком молодой для этого шоу. В нашем шоу ты можешь себя чувствовать и домохозяйкой, и школьницей, и даже волшебницей из Хогвартса. Кем захочешь. Комментарий от зрителя под ником «Лучшие моменты кино». Обратил внимание, что популярные актеры стеснительны на публике. Странно. Не знаю, давайте уже снимать на счет, что ли. Я приятно на сердце. Вел! Бау-бау-бау-бау-бау! Здоровяк, привет! Всем здравствуйте! Это футбол, брат! А где Нагучев? Чувствуете вайбу, отсутствие истории, и мы обратились в службу поддержки «Матч-ТВ», потому что Нагучев потек. И нам прислали улучшенную версию романа. Встречайте, прекрасная телеведущая Яна Ромашкина! Я даже встал уже. Привет, Дубер! Встречай, что-то. Прямо как будто всегда здесь сидела. Ну все, ты привыкай. Да, все. Все всегда здесь сидела. Все-таки Бог услышал мои молитвы. Нагучева слили, да? Да, слили. Смотри, Яна Ромашкина. Я можно как к Роме тебе буду обращаться? Рома, да? Нет, Нагучев я тебя буду называть. А, Нагучев. Ну какое-то время просто притираться будем. Ну ладно, хорошо. Нагучев. На один разок. Расскажи историю. Не, не хочу. Идеально. Просто, просто идеально. Последняя неделя показала, что в российском футболе настало время молодых и амбициозных. Сергей Пеняев стал самым молодым автором гола за сборную. А Тудроц обыграли ЦСКА, за который жирную точку в карьере поставил Даниэль Карвальо. Пусть, ну ничего, что это постоянно происходит с твоей командой? На ЦСКА постоянно все издеваются. Никто не издевается на ЦСКА. Торпеда, которой я уже скоро все забуду, что такая команда была. Никто не забудет торпеда. Особенно, у кого вшито торпеда. Да, ну да. Как забыть про вшито торпеда? Поэтому сегодня мы проводим номинацию «Бронедели», в которой участвуют два номинанта. Это все игроки Тудроц. С одной стороны, аплодисменты. А с другой стороны, самый юный автор гола в истории сборной России по футболу Сергей Пеняев. Скрыть конверт. Я считаю, что конверт даже не надо скрывать, Ян. Яна, пожалуйста. А, я думаю, ты скажешь «Нагуч». «Нагуч». Я думаю, что, конечно, должен быть там Тудроц. Но какой Пеняев? Ну и единственный не из Тудроц, да, это Сергей Пеняев. И по традиции «Бронедели» футболка Сергея Пеняева будет разыграна среди зрителей этой программы. Каким образом, мы расскажем по ходу выпуска. А сейчас еще пригласим человека, который мог бы получить это звание. Для начала расскажу, что футболка Федора Чалова, которую мы разыграли на прошлой неделе, получает Володька Трыкин. Тот самый? Да. На вопрос, сколько должен стоить билет на матч Оренбурга, Володька написал. Билет на Оренбург должен стоить 5 рублей. Если болельщики полностью заполнили стадион, то есть 50 тысяч рублей, можно будет выкупить сутермина обратно. Очень мило, Володька, молодец. Ну, конечно, Володька получает футболку Чалова, а вы все получаете 2000 фрибетов, качая приложение Фонбет, регистрируйтесь по промокоду, по порнокоду. Ну, это тоже можно, это в другом приложении. Нет, можно там зарегистрироваться, получить 2000 и перевести их на порнокод. На порнокод? Да. А, подожди, на этот, блэк аккаунт, или как он там, приватное там? Блэк анус, да. Какого? Так, раз уж мы заговорили. Раз уж мы заговорили. Человек, который настолько сильно любит футбол, что создал любительскую команду, которая вынесла профессионалов, не то что профессионалов, а лучший клуб в России, обладателя Кубка Уэфа. Встречайте, как правильно, президент он, владелец, кто? Хозяин. Просто с этого дня хозяин. Хозяин, барин, некит у нас в студии, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Жму тебе руку, но... А меня, а меня чего обошел? Жму руку тебе некит, но без особого удовольствия, чего уж там. Все удовольствие ты получил на выходных, наверное, да? Вообще, на самом деле, давайте я могу сказать так. Вот в позапрошлое воскресенье ЦСКА обыгрывает «Зенит» за явным преимуществом. И через шесть дней в субботу за явным тоже преимуществом проигрывает «Тудроц». Можно ли считать, что «Тудроц» чемпион России по футболу? Я об этом говорю. Заявите нас в Российскую премьер-лигу. А потом тебе что отвечают? Пока не отвечают. Пока не отвечают. Пока без ответа. Сама улетела с письмом, но не вернулась пока еще. К сожалению. Да, мы, кстати, с Тимуром ходили на матч. Так и да. Кстати, я тоже ходила. Да, и Яна тоже была. Спасибо, да. И на Агучев тоже был. Мы все были. А ну мы его следили. Ну да. Про него сегодня не говорим. Он болел за ЦСКА в этом матче, поэтому мы решили. Слишком много коней на герметр. Давайте посмотрим видео, которое было снято на этом незабываемом ивенте. Пожалуйста. Знаешь, я доволен. Я рад, что как-то в моменте пути разошлись. Гол! Побежали! Они все побежали туда на поле! Отдает передачу. И вот здесь заброс. И побежал. Побежал Мана. Перебрасывает Мана. Серьезно? Забьет! 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 Серьезно? Гол! Серьезно! Забьет! 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 Назвать это матчем все-таки. Это ивент для меня. А для всех, если бы мать матча? У Чалова была камера вот здесь на груди. Понятно, что из-за этого он мог бы забить 17 голов. Она тяжелая, что ли, такая была? Она ему мешала. Ногу падал все время. Ногу падал все время. Ногу падал все время. Ногу падал все время. А сбоку напитки алкогольные. И в итоге, если бы у меня была камера вот здесь, весь матч бы пиво снималось, когда я ее держал. Да что ты врешь? Мы виски пили. Что пиво-то снималось? Я между виски пил пиво. А ты просто так бы держал крошку с пивом, а пил бы виски. Поэтому у меня ЦСКА победили. Ну, вот давай, расскажи, пожалуйста, как часто вообще надо проводить такие мероприятия? Ну, насколько это возможно часто. Я так понимаю, когда перерывы на сборную, то у клубов российской премьер-лиги получается шанс сыграть, например, с медиакомандой. Естественно, стоит. То есть не у медиакоманды шанс сыграть с клубами премьер-лиги? А наоборот. Ну, если судить по тому, сколько количество зрителей пришло, наверное, да. Ну, 20-е зрители, кстати, было. Это было очень, кстати, круто. Ау! Фан-айди! Кстати, снова про фан-айди хочется сказать, что... Вот люди волну... Ну, зачем делать фан-айди? Чтобы там не было какого-то хулиганства и всякого такого. Но ведь матч прошел вообще без происшествий. Ну, кроме меня. Кроме единственного болельщика, который там что-то орал, выбегал. Нет, на самом деле, самое смешное, очень милый момент для меня был, когда Тудрот забивали первый гол. И вот эта классная вещь, которая в футболе... Никто из технической зоны не выходит. Вот эта вот вся петрушка, да, которая в рамки загоняет. И тут вся команда, накрытая пледами... Побежала. Побежала. Мне было такое ощущение, что в мужской бане женский день оказался. И мужики, накрытые пледами, бегут. А некоторые, как ты, не очень быстро. Команда забила на восьмой минуте, ты добежал до автора гола на тридцать девятый уже. Но все-таки... А самое интересное, что я в этот момент у Эда брала интервью, общалась с ним, и я такая задаю ему вопрос. И он такой, э, и как, рванул, побежал. Вообще, прям на моем интервью. А я не поняла, что гол. Я такая, и куда ты сорвался? Когда от тебя так быстро мужчины убегали? Вот никогда, знаешь? Полуголые. Еще в травму прием. И ты ему такая, номер такая, плюс семь, девица шестнадцать. Такой, представь, полуголый мулат убегает от Яны, да? И она, подожди, подожди, куда ты? Давай тезисно три главных вывода по прошедшему матчу. Давай даже так, не по игре, вот по событию. Ну, фанайди не обязателен, потому что болельщики пришли. Главные именно болельщики ЦСКА, которые там мужики сняли в футболке. Да, это реально была активная фанатская тренировка. Ну да, и все нормально было. Не просто день города, а это круто. Спасибо вам огромное, ребята. Второе, то, что нужно задумываться и Тудроц давать вайлдкарт в российскую премьер-лигу. А давай объясним слово вайлдкарт. Переведем для тех, кто учил немецкий. Дикая карта, да? Дикая. Карта. Это не карта в красное и белое, после которой вы становитесь дикими. Это право на участие без какого-либо отбора в российской футбольной премьер-лиге. Правильно? Сейчас 16 команд. Вы придете в 17-й или мы выпиздим какую-то? Я думаю, можно есть еще одна межка команда, можно на 2-й добавить. Не, подожди, Никита, нет, не так. Давайте мы подожди, давай. Пока что мы видели Броки, которые там 9-0 скрутили сборную, которая позорно проиграла. Нет, дай я вам только про Тудроц говорим. 100%. Вот какую команду мы выкинули бы из 16-ти, она просто лишняя, она просто как нарыв, как, я не знаю, пендицит, в пример. Вот сколько сейчас вылетают? Две? Да. Ну, а вылетят три. Какую мы выкидываем еще одну? Ну, по спортивному принципу. Нет, нет, не по спортивному принципу, потому что ты хочешь поднять интерес к Лиге, чтобы Лигу смотрели больше, чтобы молодежь прививать. Ты хочешь благородное дело сделать. Поэтому вопрос к тебе, кто мешает развиваться? Ну, мне жалко так взять, прибить. Позвонили и сказали, алло, извиняйся. Это так она команда. Я надеюсь, ты не эту команду хочешь выбросить? Нет, конечно, это уважаемо. Я же хочу еще жить. Эта команда в первой пятерке остается, хорошо. Хорошо, давай так, откуда тебе позвонят? Из Химок. Я даже юлить не стал. Или из Автозаводской. Смотри, Кубок России мы играли как раз на арене Химок. Поэтому можно стадиончик освободить под нас. Ну, и наконец-то придет не 207 человек, а нормально. Тысяч пять. Тысяч пять, наверное. Вы что, хуели? Тысяч десять-пятнадцать. Конечно. Ну, все. А подожди, а ты уверен, что полиция города Химок справится с таким наплывом болельщиков? Они больше тысяч человек не пускают на стадион. У них вот последний раз было 680 болельщиков, у них паника была, что с ними делать? Там в Химках же один полицейский с собакой ходит. И во-первых, он уже не свежий, он уже не свежий. Вот это, да? Нет. Ну, после пятницы вообще он не работает, он в субботу, если матч, он не выходит. Вот. Но на самом деле, спасибо тебе огромное. И я очень хочу, чтобы не важно, Тудрот сыграет или какая-то другая команда. Важно. Важно, чтобы это играл Тудрот, но не важно, что с ЦСКА. Не важно, что... Важно, чтобы в следующем матче со Спартаковым сыграли. Я имею в виду, чтобы на трибунах было много людей. Это правда. Это невероятно. Я, честно говоря, я давно не был на стадионе ровно с того момента, как начался бойкот Фанайди. Нет, пандемия сначала. Нет. Мы нам... После пандемии я хотел... Мы в 20-м году уже не... Не, подожди. После пандемии стадион не собирался. Мы не видели... Мы в России стадион 20 тысяч не видели уже 3 года. Ну, кроме «Зенита», где нагоняют людей, еще им за это деньги платят. То есть нам платят всем и футболистам и зрителям? И футболистам, и зрителям. А я когда ездил... Всем, кто вообще на эту территорию Христовского. Подожди, а я когда ездил на Кубок, почему я бесплатно смотрел на Кубок? Ну... Потому что они... Дорогой «Зенит», записывай по номеру телефона на Альфа Банк. У тебя привязана? Карточка привязана? Сколько вы... Карточка привязана? И карточка привязана, и я карточки привязан. Мы одно целое. Так что я вот посмотрел на этих зрителей, и мне навеялось стишок написать. Не против послушать вы? Мы... Давай под аплодисмент. Тимур возвращается с поэзией. Да? Я оформил бумагу на газ в Подмосковье. Я оформил отгул по состоянию здоровья. Я оформил стены в Сикстинской капелле. Я оформил отступные Фабио капелле. Я оформил, что стал членом партии и власти. Я оформил, что вышел из партии и власти. Я оформил билет в читательный зал. Я оформил на мать Ленинградский вокзал. Я оформил карту в банке в Стамбуле. Я оформил покер в игре в Ливерпуле. Я оформил бумагу, что верую в Буду. А вот фанайди оформлять не буду. Мы выпустим сборник С этим стихом с одним И отправим его куда? Мы сделаем красивую бумагу И отправим его В Госдуму? Где могут фан-айди В РВД Арбат Я могу это зачитать В следующий раз я это буду читать в РВД Арбат Хорошо, каждый выпуск мы здесь соревнуемся В ставках на матчи Условия простые, у нас есть банк К концу сезона Чей банк окажется наиболее жирным Та команда будет гульбасить Я предлагаю на все банки гульбасить У кого какие останутся Некид сегодня, ты представишь команду гостей У вас больше всех денег Тимур, у нас среднее количество денег Яна представляет команду Романа И будешь указания от него получать Ну а я представляю команду У которой вот так с деньгами все Но в прошлом выпуске Россия Я поставил все на Россию Ты в прошлом выпуске как Губерниев И выиграл Я как Олег Газманов Ира, какие у тебя новости вообще про наши банки? Костя, главная новость, что ты неожиданно стал красавчиком Я тебя поздравляю Ты поставил все на сборную России И о чудо, ты выиграл Рома, передаем ему большой привет Он ожидаемо красавчик Он вот-вот станет лидером Ну, Тимур, я надеюсь, ты в следующей программе станешь красавчиком Потому что пока дела у тебя не очень Но я надеюсь, что ты сможешь увеличить свой банк Ну а лидером по-прежнему является команда гостей Которая в прошлой программе Благодаря Гоше Куценко и Ренату Довлетьярову Сорвала куш почти 60 тысяч рублей Ребят, скоро 1 апреля Смотрите, не насмешите свои команды Удачи! Значит, смотрите Первый матч этого уикенда Динамо играет в Сочи Победа Динамо 1.82 Ничья 3.95 Победа Сочи 4 Роман Нагучев Роман! Есть ли у тебя информация от Романа, Ян? Итак, прогноз на матч Вот она, она Мне кажется, что в этой игре все будет очень просто Динамовцы совершенно спокойно одержат победу Может быть, даже какую-нибудь крупную Но я бы не хотел делать прогноз на простую победу Я предпочту выбрать вот такой вариант В первом тайме этого матча Скорее всего, будет ничья В втором тайме, может быть, кто-нибудь забьет Короче говоря, это будет скучный матч Не очень веселый Оба тренера такие Поэтому Тотал меньше 2.5 Там очень хороший коэффициент Тотал меньше 2.5 А вообще, Динамо против Сочинской еще жемчужины Они же постоянно играли очень результативно друг с другом Посмотрите, всего лишь 24 игры между собой 20 мячей забило Жемчужина из Сочи Хотя выиграла всего лишь в двух играх А одна из этих встреч закончилась со счетом 5-3 Это просто невероятно Это было в 94-м году В предпоследнем туре чемпионата России Мы поняли, какая ставка А история нам неинтересна Значит, Роман Нагучев Который заказал кальян на брокколи Судя по всему, что это Да-да, он какой-то брокколи с собой принес Тот же идет, поэтому буду на брок Некет, переходим к тебе Я по традиции, наверное, последним сделаю прогноз Потому что денег у меня меньше всех И в жизни, и в ставках Что ты думаешь по поводу Динамо Сочи? Ну, я думаю, очевидно, Динамо выиграет Почему очевидно? Ты думаешь, что Сочи... Ну, понятно, серия у Сочи Так себе Проиграли Оренбургу Проиграли... Кому? Факелу Факелу И обыграли ЦСКА Не очень серия Обыграли ЦСКА Это уже звучит в этой передаче Вообще как-то... Мем Это называется мем Кто еще не обыграл ЦСКА в РП? Ну-ка, подходим Динамо играет дома Дома На симпатичном стадионе Ты уже стадионами меряешься Ну да Так, где мы тут будем принимать свои 20 тысяч? Там хороший рекордный контрактик приплыл Так Я думаю, все, знаешь, такие воодушевлены Победа Динамо Победа Динамо Ва-банк Чего? Ва-банк? Все деньги ставят Блин, ну а тебе еще две ставки надо сделать сегодня Нет Смотри, у тебя есть... Десять тысяч У тебя есть от тысячи до десяти тысяч Десять Все Десять тысяч Десять тысяч, Никита, на Динамо Ну, такой коэффициент, где, знаешь, ну, маленький день А, кстати, а почему я тебя видел на... Какой я матч смотрел? Прошлый или позапрошлый тур Динамо? И тебя видел на стадионе Динамо? Были, были Да? Были Они тебя чуть-чуть приглаживают, чтобы ты на стадион ходил? Чтобы у них хоть как-то зрители приходили? Да нет, мы, может, что-нибудь придумаем Совместно То есть ты со всеми, да, будешь играть, не только в ЦСКА? То есть мы у тебя не одни? ЦСКА будет реванш Да? На вашем стадионе? Сказали так только в этот раз Ну, когда сборники вернутся уже А, то есть они еще будут Я напомню, что в ЦСКА один сборник Иван Обляков Человек, который делает по-моему Нет, ну, Аг... Караскаль Караскаль не уезжал, по-моему Караскаль был в сборной, но Караскаль сейчас не играет Медина был, Обляков Из сборников кого еще вспомним? Ну, давайте Красича Такие сборники у нас Карвалио, ну, Карвалио И Зуцкий, когда вернутся И со сборной Ну, я не знаю, какую сборную Тимур, какая у тебя на Динамо в Сочи? Я поставлю, что Динамо два гола забьет Пять тысяч Пять тысяч на то, что Динамо забьет два гола А я поставлю, что тотал больше двух с половиной Тоже пять тысяч А я себе уже поставила? Нет А за тебя ставят красный мужик Нет, смотри, ты можешь ему прислушаться А можешь сама Давай сама Не надо не слушать Рома этого Да, давай, я просто не понимаю, почему я должна его слушаться А потом запись аудиоразговора выложат, а мы скажем, что это нейросеть Да? А, вообще, как бы неинтересно, да, что он там У него номер был похож на палату Какая-то стоит брокколи Поэтому, может, он вообще не в создании сейчас Да, согласна Он, может, на Чистовку поехал? Я вообще хочу поставить Если вы тут на победу, на поражение То я хочу поставить на ничью Так можно же? Ты можешь вообще поставить, что хочешь Короче, я ставлю на ничью Я не считаю, что Динамо в Сочи Кто-то кого-то хуже Или кто-то кого-то лучше Хорошо, какую сумму ты будешь ставить из банка Романа Да, ну давай, ну, чтобы его уж сильно не разорять Ну, тысяч пять Хорошо Ну, он по отече на ничью Тысяч пять Такая Назовем такая Которые 1 апреля звучали бы классно Да То есть объективно классно У тебя есть бумажка некая У нас богатая программа У нас есть бумага Папирус Там новость Первая новость, давай Давай как ведущий новостей Серьезно С татухами Я хочу такие новости смотреть Так, поправься правильно Нагельсман возглавит торпеда В случае вылета в ФНЛ А Нагельсман или Нагельсман? Это же 1 апреля Данная ситуация Нагельсман Нагельсман? Нагельсман Да, Петр Иванович Нагельсман Савтозаводской Да, но только не в субботу Потому что у него шаббат на этот день Да, поэтому нельзя в субботу будет играть Да А ты знаешь, что Куман, да? Вот он же Голландию возглавляет, да? Да Что у него все по Куманству Я ждал эту шутку сказать год Слушайте, ну правда Торпеда же назначила нового, да? Там себе Тренера Мы еще об этом поговорим Вообще, стоит ли В такой ситуации, Тимур, к тебе В торпеда назначать тренера иностранца? Конечно Потому что, чтобы сказать, что это все говно не русские сделали, а иностранцы Конечно, это надо было сделать Здесь есть Следующая первоапрельская новость, пожалуйста Зенит проведет благотворительный матч с арбитрами РПЛ Все собранные средства пойдут арбитром РПЛ В смысле? В смысле проведут? Они, по-моему, и так это каждую неделю проводят С арбитрами благотворительные матчи Все, тогда это, ну, тогда, извините, это не первоапрельская новость Это не первоапрельская, это просто новость Это факт Так, дальше Владимир Сычевой подаст суд на Владимира Писарского 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 За незаконное использование его образа Хи-хи Ты понимаешь, что Владимир Сычевой, да, и Владимир Писарский Это один и тот же человек? Да Ну, я у них это спрашиваю И он играет за крыльцами На самом деле он пошел с топами Басты То есть есть Баста, Нагана, Нинтендо Представляете, какое у него вообще это раздвоение личности? Он прям как Билли Миллиган У него, знаешь, он простется и не знает, как то он к вечеру будет Да, не, на самом деле он надевает футболку И только тогда понимает, кто Кто такой? А, я сегодня Писарский, да? А, я Сычевой сегодня На самом деле в России очень сложно менять документы Кто-то менял какой-то, ну Я только знаю двух людей Это Лёва Би-2 и Шур, Би-2, который в паспорте Би-2 написали Потому что менять документы действительно головняк Это вот все ИП, если у тебя Он же как ИП, наверное, оформлен Нет, он, наверное, самозанятый Здесь абсурд в том, что он же был в гонке бомбардиров Там на первом-втором месте Да, но он для гонки бомбардиров пока еще Не, ну и как раз он сменил фамилию Я читал некоторые там комментарии Что вот когда Борна играла с крыльями Он там вроде играл И там люди пишут, а где он? Почему он не играет? И люди, то есть, даже не понимают то, что он сменил Ну да, некоторые люди вообще не понимают, зачем они на футбол ходят Как мы с Костей в воскресенье, например, вообще не понимаем Не, я понял, зачем я пришел Спартак гонит Бухнуть Суббота, вторая половина дня Я вообще в первую начинаю Там кто-то Еще держался Там сзади тебя стоит капитан очевидности Обычно все так на футбол ходят, не только мы Ну правильно, если бы за фан-иде давали 100 грамм Вот тогда зажили бы У нас была бы не страна, а Карусель, карусель Когда ты пошел в пятницу на матч А в субботу, а в среду уже смотришь Лигу чемпионов у другой женщины Следующая новость Спартак Гогнев станет лицом пустырника Форта А подожди, он не сможет, это вранье Почему? Потому что он лицо на Вопасита уже года два Как он уйдет Вообще, представляешь Давайте Спартака Гогнева отправим после того, как закончится сезон Я уверен, что для него он закончится хорошо В Новоафонский монастырь Что он просто помолчал месяц Ян, да, как вот можно, допустим, человеку Я знаю, что многие девушки знают, что такие какие-то там практики Как можно успокаиваться вот человеку, который работает Попить ромашку, например Попить ромашку Да А заваривать ее кипяточком Я могу снять лицом ромашки, кстати, чая? Чая ромашка Я очень спокойный человек Вот лицо чая-ласточка сидит, видишь? Чая-ласточка, это который проносит? Да Типа худеешь, а просто из тебя все святые выходят Ты потом думаешь, ну и зачем я эту пиццу заказываю? Ну и потом они не возвращаются ко мне, эти святые, которые выходят Кстати, ты видел, Роспотребнадзор проверил суши? Да, да В 40% суши сальмонелла было А что нам подавали с тобой вот в этой комнатке? Не знаю, я только виски, да я до виски добрался, я еду и не ел Поэтому ты хорошо себя чувствуешь Наверное, у Нагучева сегодня нет, да? А у нее как раз суши Да Так, ну и последняя первоапрельская новость Фанайди можно будет получить по рецепту врача Все, я считаю, что именно так Скажи, а ты может, а если бы, например, Малышева выдавала бы фанайди Дорога больше к ней очередь Вот, представляешь, как это, как она будет жить здорово? Она когда выходит, говорит, дорогие друзья У каждого из нас становится задача, как провести уикенд Мы берем, оформляем фанайди и идем на ближайшую арену Там каждый из нас может получить брацеллез Вот такая Ну да, ну да Так, значит, Тимур, мы узнаем и давно знаем о твоем мнении о фанайди конкретно Но я бы сейчас хотел с тобой сыграть в игру или-или Никит, можно мы с тобой поменяемся, потому что у меня есть вопросы Чтобы я смотрел прямо в глаза Сейчас будет прямо откровение А ты себя будешь мне мстить, когда, когда тебя Никита, тогда Панфилов, тебя унизил в битве взглядов? Меня вообще никто никогда не унижал Как ты таким голосом там унижаешь? Я азиат, и вообще трудно найти мои глаза Люди мне иногда говорят в щеку Говорят, где они у тебя? Итак, ребята, сейчас будет прямо серьезно Мы с Тимуром Тимур, расслабься Это прямо фактически психологически Я когда расслабляюсь, засыпаю Тогда я буду петь Итак, или-или, я тебе называю два, возможно, противоположных каких-то явлений в футболе или, может быть, в околу футболе Не готовь меня так, я начинаю паниковать, давай быстрее Мне когда так подготовили, я думаю, там пиздец на замке в конце А я хочу, чтобы ты паниковал Я паникую уже Просто у тебя не надо, вот так вот Чай ромашку Да Тогда покажи мне фотографию тещи моей Бывшая и я с тобой очень паниковал Хочешь, хочешь, Яр, вот там, может, когда Тимур начнет, ты ему там надави на... Не надо мне никуда давить Я выдавлюсь Она, может подумать, что это прище Итак, поехали Тимур, давай Месси или Роналдо? Месси Фууууу... Кстати, вы можете писать в комментариях, с чем вы согласны с Тимуром или не согласны Если согласны, ставьте лайк прямо сейчас Барселона или Реал? Барселона Фууууу... Фууу... Финал МЮ Бавария или Ливерпуль Милан? Ну, 1 Да, я понял или 333 милан ливерпуль манчестер сити или пассажир сити пассажир или зенит зенит сычев или пеняев 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 или захарян пеняев кокорин или мамаев его мамаев значит бронза чемпионата европы или четвертьфинал чемпионата мира садыгов или ротенберг садыгов ляп филимонова или морибор конечно ляп филимонова чтобы он в воду горел сука я на этом матче был гогниев или мостовой гогниев хоть его шанс есть вылечить игрок карпин или игрок симак карпин игрок карпин порно или вар конечно порно пробежаться голышом или оформить фан айди пробежаться голышом зарема зарема или терюшков бдс бдсм 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 все не читай второе бдсм да бдсм хоть бы там что было даже жизнь без футбола или жизнь без секса конечно без футбола это был последний выпуск где был хорошая практика давайте эту рубрику оставлять будем вот так вот я с тобой бы сыграл я бы с кайфом сыграл я не понимаю почему с ним играли я к тебе я типа тогда смотри давай он уверен что ты не знаешь кто такой гогниев кто такая зарема ты знаешь что такая зарема уважаемый президент спартака бывший бывший бывшая она бы не блага бывших не бывает к говорит а так тебе асен давай тебе вилкой в глаз или в химкерас лысый из бразерс или карасёв карасёв ламборгини кокорина или автобус бердыева ламборгини кокорина продолжи фраза я никогда не устану повторять ебать амкал ебать а теперь вместо истории романа нагучева правдивость которых мы не можем проверить как и можем послушать второй раз спустя полгода послушаем новость от яны ромашкина я она пожалуйста мой выход итак нападающий московского динамо федор смолов в беседе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию евгений медведевой заявил что хотел бы принять участие в ледниковом периоде участница которого была медведева бой я сейчас слушайте я на матч тв я старался сказал за что вот этот 5 30 утра я включаю телевизор и важная новость в аэропорт потому что я в но в других случаях не включаю матч и там идут вот эти новости я всегда представлял какого хрена вообще вы едете в пять утра вот реально рассказывать людям про то вы прям выходите в пять утра мы выходим в 7 утра но ты забываешь что в других городах в другом время там другой а это человек который приехал из улан-удэ вообще забыл что есть такое и есть другое время он просто вычеркнул это из памяти я на всей телеграм-каналу я просыпаюсь в ну утром а там в улан-удэ уже типа обед и там такие новости там женщина съела мужа вот эти новости 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 бурятии слушайте на самом деле футболисты могут себя пробовать по окончании карьеры а что ты думаешь они не пробуют себя и причем Федор Смолов хорошо катается на коньках очень хорошо откуда инфа чего не скажешь о футболе или что ну да нет на самом деле я просто вчера прочитала эту новость и залезла к нему вообще я имею ввиду на страничку там еще почитать о нем посмотреть какой он там в чем хорош да вот и оказалось что он хорошо катается на коньках он сам это говорил и все так что то есть ты мужчинам веришь на слово достаточно сказать что я хорошо это дело и достаточно знаешь вот федя так говорит что ему хочется верить понять же федя скажи пожалуйста вот после того как вы обыграли цска кто бы реально из той команды мог бы усилить тудроц вот сейчас знаешь обычно спрашивают когда вот там типа раньше там реал и интер приезжали играли а кто бы вот из спартака из локомотива мог бы усилить реал вот такие и бедные тренеры он во все эти бывшие советские республики приезжал и называл эти сложно сочиненные фамилии который для испанского я знаю что это я смотрел матч грузия норвегия так это было просто это было просто комично это было мы смотрели на каком-то но скандинавском не знаю шведский или норвежская телевидение и они женщинами так а футбол по шведской же короче и они пытались в фамилию кворацкерия проговорить пытались и короче где-то это минут 10 продолжалось и он назвал 10 разные фамилии и в конце он что-то там говорил говорил и потом следующие 80 минут он просто говорил квара суши но много же игроков которые ну кость но не норвежский там самих язык сломается от их они исландцев проговаривают фамилии да какой но там сон же все там же грубо говоря не корее не корее нет смотри ты смотри у тебя получается фамилия заключается в том что это твое отчество у тебя какое отчество родионович но твой отец родион газманов да хорошо у меня усыновил я память об этом да ты выскать да я на первом движении умру и уже докручивать ты меня будешь же хочу колесо получилось да и уже как бы туда в кутью да смотри тогда бы ты был бы тимур родионсон понимаешь а прикол это очень раде да а если бы ты был дочь что родион датир ты был бы все это больше сложного не сландии 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 вулкан и я федор пересмотрел что ли какие-то фильм про я был в исландии и я засираю эту страну потому что там все дорого все невкусно погода говно ты сажал вонючую селедку да не селедку а тухлую акулу меня заставили да я был чемпион исландии прыжкам в воду а фидос говорит в исландии так здорово я там могу потратить 300 тысяч рублей на завтрак там реально очень-то привозное фидос так давай дать дороже подожди я хочу хотел вернуться так то что обыграли вышли футболисты под стать медийки с прозвищами на спинах мы как бы не у всех уже футболистов увидели у нас есть список кто кого не хватало на этом матче и действительно это могли бы быть футболисты спроси у промеса вместо его фамилии да над десяткой был бы написан эскобар там прям вот так прям эскобар или просто или просто такая горочка была бы нарисована горка маленькая тут уже не мне судить разбираются компетентные органы писарский вышел бы с никнеймом сычевой а заболотный вышел за же у него забыла до написано за да владешь английским языком стал стал это ты позвала с особо влечение сейчас радовать радовать сейчас без песней зашел бы сюда глушаков ну естественно банщик антон миранчук знаете под каким прозвищем был играл алексей миранчук садыгов папин сын ну как корейцы папин сын кстати круто было бы так ему написать папин сын папин сын до лебеденко из торпеда у него была надпись представительство беса 39 лет игроку офигеть 40 ему по-моему это наш на самом деле это наш златан вот давай так вот для тебя что круче то что всем вопрос то что златан играет 41 или то что пеняев забил в 18 некий ну нет но правило что круче игр играть на топ уровне в 18-ой то-то ну вот скажи наверное на тот уровень на котором играет златан это все таки круче пока что до кровопения может до такого дойти послушай но вообще у тебя когда в одном предложении стоит златан и пеняев я начинаю думать что ты вот правда где-то ночь провел не там они не могут я в 20 ты сказал бы что для тебя круче то что лебеденко еще на поле не умер или забил гол пеняев конечно пеняев забил ну а златана вообще сравнивать как можно с кем-то из россиян златан для футбола сделал больше чем тут все вместе взятые но мы по-моему каждый раз когда против златана играли мы обыгрывали златан ну то есть моим шведов всегда но не проигрывали так чтобы давно давно да уже лет триста мы их обыгрываем да причем и и футбол на всех полях на любых полях да на полях и даже на озерах но это не шведов даже даже учитывая что мы их первый раз разбили где в нарвии потом в этом месте карпин родился то есть он тогда был бы быть тренером поняли про родитель карпин швед карпин швед да он карпин сон тогда получать евреи уже карпин но тогда и карпин швили давай швили тюка тик нельзя на ты тик а тюкавин тюк тик тюк да ну вот а теперь наконец-то условия конкурса с футболкой бро неделя пеняева любительская команда можно вас все еще называть любительской командой полупрофессионально а почему нет а почему нет скажи никита у вас же у вас же есть люди которые получают зарплату не и не бонусы за матчами на как зарплату давай так получу профессиональные в медиа лиги вы имеете право принимать участие вы же уже полупрофессионала получается то есть не любительская как же будет медиа лига молодец медийная футбольная команда медийная футбольная команда но мы отьяны разговариваем медийная вы вышли из любительской водоросли до уровня что вы на равной играете с вообще не замотивированными профессионалами а это вопрос почему профессионалы не замотивированы играю на двадцати тысячи со шаббат так вот мы хотим найти среди наших зрителей самую популярную любительскую команду что надо сделать вы пишете название своей команды в комментарии скидывайте это видео с просьбой поставить лайк на ваш комментарий самый залайканный комментарий самая залайканная любительская футбольная команда автор этого комментария получит футболку самого юного футболиста бомбардира в истории сборной россии по футболу сергея пеняева в общем естественно мы медийные команды берем берите там свои ну какие там какая какая любительские команды новочеркасские кузнечики черкасские кузнечики там мытищинская баня ну вот каких командах вы играете пишите а мы проведем соревнования чемпионат среди ультра любителей желаю всем удачи так я на тебе слово так давайте мы сейчас поучаствуем в конкурсе обожаю конкурс я буду задавать вам начало новости а вы будете придумывать и вообще угадать должны будете концовку всем понятно да тебе понятно нет я ничего не помню не всегда называем до концовки зарема про 3 2 бельгии с германии всем называвшим тдс к кузнечиком предлагаю научиться прыгать но я по самому простому зашить рот наверное на что предлагает научит не научиться зашить рот типа научиться подбирать слова подбирать слова как ты думаешь что сказал зарема всем называй называем а может она с акцентом разговаривает может на что-то другое не деск к кузнечиком предлагаю научиться этому тектонику может популярность такого но просто вообще не связано обычно же вот такие комментарии берутся у людей когда они ну что-то делают у меня вы помните была история с бананом в ульяновске да и когда и острова все-таки игры быстров чем с ума сошел он вообще а мы сидели с ним вот так вот когда ему звонили он сделал ел вот представьте вы сидите идите вам занят дайте комментарии что вы будете говорить ну примерно отстаньте от меня только так как володя не мог сказать отстаньте от меня он начал пороть чушь когда-то всегда да и что это немножко спартаковская тема и он как бы ну сказал просто отвалите от меня более витиевато ну скажи как сказал но сказал наверное человек хотел есть или увидел что футболисту пора есть и бросил ему как бы банан на то есть никого у вас не удивило что человек феврале месяце заморочился пошел в магазин купил банан который не ну в ульяновске минус сколько там вас было не было минус там около 0 что-то уже да долго обсуждаем за риму подожди да вернем мы сейчас скажем да предлагаем научиться я не могу голову за риме влезть я не буду ее фразы продлить продлевать я не знаю что давай так я предлагаю научиться раз отличать кузнечиков от орлов не геннадия ну такой они ничего предложат он рассудил думал 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 и думать я не собираюсь влезать голову заре ну да потому что можно застрять и остаться на недельку посадь в лабиринте застрял экскурсии там про итак я ну скажи что нужно учиться ответ за до называть все готово ответ при всем называвшим т.д.с. кузнечиком предлагаю научиться прыгать может тоже когда-нибудь германии 3 забьют я сказал же прыгать да ты может ты залез в голову за риме так все идем дальше почему темно да малком сказал буду играть за сборную россии если научусь если заплатят если заплатят а что это сложно да давай некий мы сожгли два варианта самых очевидных малаком сказал буду играть за сборной россии если если газпром насыпят ну то же самое да бабульки бабульки а может быть он настолько стал русский и он говорит буду играть за сборную россии если рак на горе свистнет он такой он в фольклор ударился такой неожиданно если после дождичка в четверг он начал говорить давеча и на медне тоже он говорит как бы пор припорошила у дома дорогу малками дает интервью такой поражила у дома дорогу это прорез извините давай он сфера тоже кстати братья сборной россии я думаю ответ да буду играть за сборной россии если не вызовут в сборную бразилии в принципе я тоже могу играть за сборную россии меня не вызывают сборной бразилии а ты знаешь что он хотел на 5 минут выйти вот в этом матче ему не дали поэтому я и это как в какой момент он захотел после третьего вы накануне позвонили но это не что что вы вывозить меня и и все думают а почему карвалья еще толще когда я на поле выйдем не они серьезно готовились к матче с вами поэтому то что они говорят недонастрой это вранье да это всякие критики это они это не говорят ладно можно я сейчас не книг от тебя унижу вот смотри ты там все говоришь на вас 20000 20000 приходят обыграли цска самому или мою команду есть медиалига еще одна вы не единственная медиалига в мире вы откройте глаза есть еще испанская медиалига которая собирает на матче 90 тысяч болельщиков у нас есть видео я сейчас знаете я сейчас звоню в испанию у меня есть там друзья говорю ахмед слушай срочно вводите фан-айди нам завидно что вы там делаете во первых лишь у них очень маленькие маленькое поле очень близко ворота стоит центр поля расскажи пожалуйста когда у нас можно будет в лужниках собрать биток на медиалигу на думаю туда без выступления люси чеботиной тудроц сборной россии делаешь матч лужники можно собрать то есть ты хочешь сказать что сборной россии теперь будет вообще с блять со всеми играми я хочу сказать что тот раз мне кажется лучше чем Ирак или Ирак с Ираками в Афганистан так лучше они бы с тудроцом сыграли ну честно ну если честно то с матч с Ираком это то что я видел просто есть ощущение что все учителя физкультуры из Ирака собрались им дали форму и говорят типа не ну там я точно видел в этой сборной два кальянщика с нового армата я их узнал просто почему почему потому что было легкий аромат яблоко двойного винограда так Ян расскажи пожалуйста как насчет того чтобы тебе организовать женскую команду для медиалиги или вообще вообще в женскую медиалигу вообще если существовала медиакоманда женская это было бы круто в смысле круто для чего она была ну она во-первых бы набралась потому что набралась в смысле напилась все в автобусе вечером встречаемся с мальчишками студроца да такая уже в автобусе уделались говорят я ничего не хочу звоним бывшим итак и такой звонок некит вы где сегодня мы прием с вами поиграем ну давайте начнем с того что вообще-то в медиакомандах да есть заявленные девушки во многих медиакомандах и в том есть давайте на вскидку я к сожалению не знаю списка кто вот из громких имен у тудроца пугачёва хочет играет хочет не играет но они заявили взрослые женщины она сама пускай решает так ну давайте кто-то кто там у вас в команде девочка есть у вас должна быть заявлена когда девушка до в прошлом году надо карпа надя карпова ничего себе это которая из валенсии да это для тебя она из валенсии в валенсиаге а кого еще вот хантели кого можно привлечь кто из известных девочек ну как бы шарит немножко в футболе я не говорю что они там улетные футболистки мне кажется зарему можно было вот ты представляешь медийный как бы вот туда направить всю энергию за я думаю что это было бы топовый бы построил да это было бы топовая женская команда короче набрать можно многих и набраться да самое главное но нам нужен-то тренер хороший вот если бы тренер хороший был вообще можно кого угодно а можно карпина забирать его он не держится за работу кстати да так пока еще не уволили поэтому он мог бы совмещать он же любит совмещать ростов сборная и женская команда ребята какую девушку вы бы хотели увидеть на футбольном поле в шортиках футболочке с легким таким мейком которая забивает гол и вот так где они семенович не пишите это банально конечно ты думаешь что у нас там сидят деды и такой этот эдита пьеха это помните престижно я процитирую до влатова когда они в военной части сидели там 80-е годы смотрели концерт и там выступал эдита пьеха и один говорит а ведь кто-то ее это самое а второй говорит не исключено что эти до влатова это смешно ставки на вас спартак охмад ой ай 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 пока 155 ничья 450 победа охмата 5 и 4 я оставлю это это говорит фонбет а что говорит нагучев бет мы сейчас узнаем нагучев аллах снова и вода походе не до рассказал олег а кстати матч спартак охмат это же Следующий матч. Олег Терехин играл за Ахмат, забивал Спартаку. Так что все сходится. Пора на матч Спартак-Ахмат. Вот что я думаю. В этом матче будет 2 или 3 гола. Это мой прогноз. Очень хороший коэффициент. Ну и к тому же я почти уверен, что Ахмат победит по фолам. Но из этих двух вариантов победа по фолам Ахмата она дешевая. А 2 или 3 гола в этом матче стоят достаточно дорого. А сколько он поставил? Так мало он никогда еще не говорил. Есть такое ощущение, что как-то недосказано. Короче, он делает прогноз, а я чисто деньги. Давай, ты чисто за бабло. Да, давай. У вас такая у вас... Нет, подожди, подожди, стоп, стоп, стоп. Ты, может быть, не согласна с ним. О, я согласна. Да? Окей. В общем, я из кошелька Рума вытаскиваю, давайте, 1010. Ну, ну, каточек. 1010, нормально, нормально. Десяточка пошла. Некот. Я поставлю трешечку на гол Пруцова. О, гол Пруцова. Выкинутые деньги. Выкинутые деньги. Хорошо. Гол Пруцова, трешечка. А я давайте... Вот честно, вот честно, я не верю вообще... В справедливость. Блин, мне очень не нравится, как сейчас Ахмат играет в атаке. Правда, у Спартака не будет джики, да? Там в обороне опять будут эти играть товарищ. Товарищ. Да. Товарищ будет играть. И товарищи. Товарищи, товарищи. Вот, блин, давайте я обе забьют. Я обе забьют. Как-то... Сколько ты будешь ставить? Пятачок. Раз на Спартак посмотрел, поставлю пятачок. Так, пять тысяч рублей. На вобе забьют. Так. А я поставлю тотал больше двух с половиной. Сколько? Десять. Ого. А что я... Хотя бы, знаешь, скинусь Яной хоть пополам. А то она будет больше меня поставить. А, кстати, Рома со мной поделится? А это давайте с Ромом будешь спрашивать. А это ты уже у Рома спросишь. Да, Рома поделится. Вот мы за него это решили. Новости продолжаются. Сейчас, некит, мы сейчас с тобой попробуем быть... Вот как Яна, телеведущими на Матч ТВ, у нас будет суфлер. Только он будет немного сломанный. И по экрану будет бежать новость, а мы ее должны будем прочитать. Буквально одной строкой. Вот телесуфлер. Как у тебя... Давайте так. В студии Матч ТВ некит, пожалуйста. Зенит оф фан-айди. Раздавали, рездаем, будем раздавать билеты. Ситуацию можно сравнить с вакцинацией от коронавируса. Оформление карты требуется определенных усилий людей. Ничего себе. Ты что, репетировал? Он где-то уже... Нет. Он же рэпер. Как? Он же рэп читает. Слушайте, Матч ТВ, если вдруг Тудроц развалится, к черту в матери, я могу вам пристроить парня. Так. Они не потянут его. Ян, давай теперь для сравнения. Вот ты сейчас рухнет, школа телевидения Останкина. У тебя будет другая новость. Мы выкинули у тебя... Все гласные. Все гласные выкинули, оставили только согласные. Итак, Яна Ромашкина читает новости. Погнали. Испания не забила. Впервые за 39 матчей отбора евро до этого было 2,6 гла за гру. А торпеда запретила Андрею Тулалаеву общаться со СМИ на тему работы в клубе. О-о-о! А у меня здесь есть человек, который комментарий должен... Нормально. Все равно нормально. Побухивал. Приходите, кто че. Глаза груб. Так. Тимур, давай. Пеняев стал самым молодым автором гола за сборную. А в Чири произошел другой рекорд. Самый дальний гол в истории забит из Вратарской со 101 метра. Как, блядь, со 101, поле 100. А это Чили. Это Чили. Там они острого наелись и дольше поле строили, потому что поджигало. Вратарь просто вводил мяч в игру, а в итоге стал автором очень дальнего попадания. Смотрим видео, как там 101 метр. Смотрим видео, как там 101 метр. Как-то комментатор даже обыденно это спрэмбурил. Ты видел, даже не радовался. Ну, что особенно. И чего особенного. Тимур, ты абсолютно прав. Поле не 100 метров. В чемпионате Чили поле полкилометра. Они просто... Они поэтому такие заемы. Правда, я не знаю, почему написали, что 100 метров. А ведь нет, да? Фиксированный. Там, по-моему, нет. Ну, фиксированный нет. Там, может быть, от 120 на 60 до 90 на 45. Это единственный вид спорта, по-моему, командный такой площадки не зафиксирован. Не зафиксирован, да. Но есть НХЛ уже. Не, ну, НХЛ не уже, а то и в НХЛ все поля одинаковые. Тимур, ты говорил, вот эти 120 на 60. Я думал, ты про давление расскажешь, как у врача такие-то. Ну, есть 120 на 60 бывает, по пятницам уже 180 на 60. Я свое давление, прости, сказал на выходных. Прыгала. Ну, а для тех, кто младше Пеняева и хочет разобраться в нашем футболе, мы сделали специальный футбольный алфавит РПЛ. Алфавит, к сожалению, не для детей. Так что будьте внимательны. Ну, а что у нас может быть для детей в футболе? Ничего. Алфавит российской премьер-лиги. Пожалуйста. Буква А. Буква Б. Блястяще! Буква В. Вот еще один такой вопрос, идти в лоб, да, понял. Буква Г. Газная пес, газная пес. Буква Д. А эти ты нахуй! Буква Е. И пареньки свои закройте, вы что делаете? Кошлы, вонючие! Буква Ё. Ёлки-палки, ёлки-палки. Буква Ж. Жив, ну так нельзя. Буква З. Си, я кушал за си! Буква И. И хотим вылезти из этого дерьма. Буква И. Краткая. Эй, хватит, а утормозите уже. Буква К. Команда гандонов! Буква Л. Любой успешный результат я буду считать сегодня успешным. Буква М. Буква Н. Ну так я и пиздобом. Буква О. Ахутина все будет. Буква П. Биздец, бля. Буква Р. Россия! Охуяна, братан! Буква С. С кем вы хотите играть, бля? Буква Т. Торрес, торрес, торрес! Тормоз! Буква У. У каждого, блядь, свой взгляд на зоны, блядь. Буква Ф. Фотографируете друг друга. Вы что, блядь, инвалидов, блядь, фотографируете нас? Буква Х. Хороший вопрос. Буква Ц. Целый день кушай 24 на 7. Буква Ч. Че ты смеешь, я не могу понять. Буква Ш. Че ты смеешь, я не могу понять. А я перехожу к третьему матчу. Факел ЦСКА. Блядь, опять сейчас. Специально, что ли, когда я сижу в студии, факел этот, блядь, придумываю? Факел, ты не знаешь, что поставить на факел? Факел вообще охренеть, какая команда сложная в Воронеже. Охренеть какая. Потому что я, во-первых... Гайди, вот почему ты уже прокладываешь, что ЦСКА может не выиграть? Я не прокладываю. Ты прокладываешь? Нет. Факел такая сложная команда в Воронеже. Поле говно, вылазит кроты, выхватывает ЦСКовский мяч. Пульский вот это из мультика. Да, да. Смешат футболиста Чалова, чтобы он гол не забил. Нет, на самом деле, 20 лет назад Игоря Акинфейфа начинал играть и на более ужасных полях. А в Воронеже, я не знаю, там, видимо, что-то распыляют над городом. Но там до хрена людей оформило фанайди. Вы бы факел заменили своей командой? Базировались бы в Воронеже или бы все-таки поближе к Москве? Мне кажется, факел нельзя менять. Они все-таки показывают себя. Все правильно. Правильно, говоришь, правильно. И болельщики ходят, и Моти там играет. Да, и вообще Воронеж – это панк. Я, давайте так, я и здесь поставлю. Такой у меня будет трусливый. Обе забьют. Но ЦСКА победит. Жизнь тебя, конечно, сделала таким противным. Это не жизнь такая, это жизнь такая. Когда у тебя было еще 100 тысяч, когда в начале, ты такой, знаешь, щедро. Сейчас бы ты стоял бы, ЦСКА победит, разница в два мяча. То есть ты, подожди, то есть ты когда в ночной клуб приходишь, ты не контролируешь, сколько у тебя там на карте осталось после твоих вот этих вот движений? Наоборот, в 6 утра я уже ничего не контролирую. Давай, да, кальян на дизельном топливе сделать. Взять кредит в Сбербанке. А, это когда-то микроотделение в караоке стоит? Ну да, сразу, да, да. Понятно. Короче, я первый спрогнозировал. Давайте видео от человека, который обожает делать прогнозы из-под выпад верта. Роман Нагучев, чувак у тебя. А, все, мы вообще даже его слушать не будем. Стоп-кадр. Ставка 5 ты, будет 2 или 3 гола. Вот, интересно, будет 2 или 3, или 4. Опять вот 2 или 3, его что-то заело где-то. Есть такая ставка. 2, 3, 2, 3. Я знаю, что есть такая ставка. 2 или 3. Так, знаешь, это как тост на свадьбе. Пусть у вас будет 2 или 3 ребенка. Чего, блядь. Пусть у тебя сегодня получится 2 или 3 раза, да? Ну, это ровно в 2 или 3 раза больше, чем обычно. Чем планировалось. Чем раз в месяц. Так. Яна, ты согласна со ставкой Романа? А можно вообще? Ты можешь вообще не реагировать на него. Я просто как женщина должна разорить мужчину. Давай. Поэтому сколько у меня денег осталось? Все. Деньги мира твои. Так. Ну, ты тысяч 100. Ты серьезно, сколько можешь поставить? Плюс-минус 100 тысяч. Ты можешь ставить до 10 тысяч. До 10 тысяч. Рома, когда ставит 10 тысяч, у него начинают руки трястись. Он потом отсюда выбегает и в сторону храма бежит. Да. Мы не знаем, правда, какого. Тут нет ни одного в окрестности. Ладно, давай максимальную сумму 10 тысяч я поставлю на победу ЦСКА. Браво. А я знаю, что поставлю. Умыло. А я поставлю, не знаю, какой коэффициент. Я поставлю, что будет много желтых карточек. Больше пяти карточек желтых. Больше пяти желтых карточек. Ничего себе. Ничего себе. Да, будет рубка. Сумка. 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 Они так всегда играют, этот факел. Сумма какая? Пять тысяч. Пять тысяч. Кстати, да, на самом деле, после сборных приедут, особенно у армейцев, а это, как правило, этот... Там в сборной ты только что оправдывался. Ой, подожди. То есть, когда, блядь, проиграли Тудроцу, все в сборной. А сейчас, когда приедут, там один игрок в сборной всего. Я сраный фарисей. Я когда мне удобно, говорю одно. А когда неудобно, другое. Все. Ты понял? Ты можешь это дома этим пользоваться только? Я что дома, что здесь. Так, Никит, ты что думаешь? Поставлю на гол Мотти 2 500. Хера себе. Еще 2 500 в мусор. Просто, да. Пруцев и Мотти. Аня сжигает деньги синим пламенем. Ты только что, ты можешь сейчас, знаешь, поджечься, взять такую пачку и по 100 рублей поменять. Вот 5 500, 5 500. А, 5 500. Но он 3 тысячи на Пруцева сейчас выкинул? Так. Пруцев из травы выбегает. Пруцев после сборной. Пруцев выбегает из травы, попадает вообще в поле зрения камера раз на минуту в 90 минут. Как он в это время голову спеет забить? Ахматов. Да, чего ты прям так на него наезжаешь? Я вообще не понимаю. Никит, я хочу за тебя заступиться. Вообще-то, потому что никто не верил, что... Телефон запиши, 8 900. Потому что никто не верил, между прочим, в победу Тудроц. Я верил. Да никто... Послушай... Даже они сами не верили, что Тудроц убедит. Они победили. И вот Пруц тоже забьет. Спасибо. Ну, в крайнем случае, что-нибудь забьет вечером. Все, у нас все поставили. Ян, быстренько, новость у нас по поводу Торпеда и нового главного тренера, который мы уже затрагивали. Да, напомню, что у Торпеда новый тренер. Выбирали по принципу, нам нужен кто-то между Жозе, Пеппом и Клопом. Вот, пожалуйста. Жозе. Ну, уже у него лицо уставшее такое, да? Вообще, на самом деле, если переставить букву немножко, есть такая игра, знаешь? Пизжотекло, получается. Это, в принципе, вообще вся ситуация вокруг Торпеда. Пизжотекло. Да, и лицо такое же. И такое же у него лицо. На самом деле, мы желаем удачи главному тренеру, новому главному тренеру Торпеда. У нас не так редко испанские специалисты работали, и я надеюсь, что будут работать. И мы это говорим для того, чтобы вы, когда приезжали после межсезонки, привозили нам нормальный хамон. А теперь Ира, Иришка Чики-Пики подведет итоги нашего сегодняшнего выпуска. Ирина! Костя, наконец-то ты оттолкнулся от дна и начал делать нормальные ставки. Спасибо тебе за это. Тимур, Ахмат обыграет Спартак, серьезно? Ну, мне кажется, в следующий раз тебе придется ставить уже не деньги из банка, а просто свою куртку. Некет, держу в курсе. Ты был у нас полгода назад. Имей в виду, если ставки не зайдут, тебя еще полгода здесь не будет. Ну, а Яне просто большое спасибо за то, что разбавила этот нестабильный коллектив. Возвращаемся. Скоро 1 апреля. Следите за всеми нашими аккаунтами. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк под это видео. Участвуйте в конкурсе. Мы ищем самую популярную любительскую команду. Подпишите название и пусть ваши болельщики и сокоманники ставят лайк под вашими комментариями. Яна Ромашкина, Тимур Гурска, лучший в мире футбольный менеджер и президент Тудрот Снекет. И я, Константин Анисимов. Увидимся в следующий четверг. Пока. О, классно. Субтитры сделал DimaTorzok